Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Мастер Чу и пока мой новый мейн, а это ФР Фармит, себе пытается выбить топовый зеленый лук, я постараюсь рассказать вам о таком классе как маги в данной игре, о таком архетипе как маги и постараемся вообще понять и разобрать, почему же это класс очень крутой, почему он считается максимально недооцененным, почему за него играет такое небольшое количество игроков. Погнали! Итак, стартовые три скилла у данных персонажей, у магов это Флэймстрайк, Темпест и Винстрайк. Давайте постараемся разобрать их и постараемся понять в какой ситуации каждый из этих скиллов вообще применяется. Флэймстрайк это способность, которая дает данному персонажу то, что не дает почти что никакому другому классу, она дает возможность ауешить и вообще, как по мне, основная фича магов это то, что они могут наносить большой ауе урон. Очень мало классов в данной игре могут сделать что-либо с несколькими целями и как я считаю, это одна из основных фич, одна из основных фишек данного класса. Вообще, как я считаю, за магов будет интересно играть именно руками, когда вы сможете именно кооперироваться с вашими друзьями, собирать большое количество мобов и заливать их благодаря ауешкам. Повторюсь, как по мне, это одна из самых главных фишек данного класса, то, чего нету у остальных. А также на максимальных хайловлах, я так думаю, что в массовом пвп данные персонажи будут навешивать ну очень большое количество урона именно по большой территории. Это реально очень большой плюс и очень большой бонус. Но тем не менее, я так думаю, что маги будут достаточно ватными, то есть убить их тоже можно будет достаточно легко. Почему же мало кто ими играет? Вероятнее всего, именно из-за того, что геймплей за них такой, что вы не можете на активный скилл поставить ауешку, потому что если вы будете ставить ауешку, то будет огромное количество мобов агриться и они вас просто будут загрызать. Вы просто банально не будете успевать отпиться банками маны и отпиться банками хп. Плюс, банок маны в данной игре нету, я только что начинал говорить немного, ошибся. Банок мп в данной игре нету и скиллы нужно все использовать очень с большим умом. Если есть кто-то, кто играет за магов, ребят, напишите о своем опыте в комментариях, это будет действительно полезно для всех нас. Итак, погнали дальше по скиллам. Флеймстрайк. Флеймстрайк наносит урон огнем по территории, может захватить вплоть до 5 целей, это хорошо. И вообще, в будущем будут скиллы именно, которые наносят урон у магов именно на ограниченное количество целей. То есть, если вы думаете, что вы соберете парик, допустим, из 20 мобов и зальете сразу все 20, это не так. Он наносит урон по ограниченному количеству целей. Следующий скилл это Темпест. Требует меньше маны, но тем не менее, если вы будете на автомате использовать Темпест, он точно так же быстро просадит вас по мане. Наносит урон, быстрый магический урон, чем-то напоминает Ауэрофлэйр или как он назывался именно в версии для компьютеров. Винстрайк это стандартный скилл, которым вы будете постоянно бить, постоянно наносить урон. Это основная атакующая способность на автоматическом фарме. Следующая способность у нас пассивная, это буст мана, повышает максимальное МП на 10. Боди-ту-майнд. Интересная способность, он восстанавливает вам ману и конвертит ее, судя по всему, из ХП. То есть, вы затрачиваете 60 ХП, но при этом восстанавливаете свою ману. В целом, если смотреть в долгу, если ваш персонаж не будет получать большое количество урона, то вы сможете благодаря боди-ту-майнду перегонять большое количество ХП в МП, при этом используя банки ХП для того, чтобы восстановить ваши силы. Следующая способность это Мистик Шилд. Это дополнительно интересная вещь, это активный селф-баф. Очень интересно на самом деле, он дает скилл резист плюс 25%. Скилл резистанс это именно тот самый показатель, который позволяет вам защититься от атак других игроков. Мэджикан Мувментс это, судя по всему, именно баф для того, чтобы вы передвигались. То есть, баф повышения скорости. На самом деле, на всех магах достаточно странно видеть какие-либо бафы, повышающие скорость бега. Потому что, ну, вроде как он должен достаточно медленно бегать, но в целом наносить большое количество урона. Вот те самые основные несколько способностей, которые вы можете выучить в самом начале, не заморачиваясь за небольшое количество адены. Дальше мы переходим к дорогостоящим спеллам, которые уже будут более понятно вам объяснять и раскрывать сущность данного класса. Клирмайнд. Это пассивная способность, которая понижает расход на все скиллы на 5%. Если вы испытываете проблемы с маной, если у вас мало виз, если такого показателя, как визард, и если у вас, например, не собран какой-нибудь там кармиан сет, который дает дополнительный реген, то данная пассивная способность сможет и вам хотя бы хоть как-то регенерировать вашу ману. Дальше. Следующая способность это Critical Magic. Это активный селф-баф, который будет давать вам дополнительно Мэджикл Крид Страйка на 10% увеличивать его. Хорошая способность, тоже хороший баф. Консолидейшн Спелл, скорее всего, неправильно переведено, но, тем не менее, это, скорее всего, просто Акуроси. То есть, это специальная магическая Акуроси. То есть, вы будете получать дополнительный баф, пассивно увеличивающий точность ваших заклинаний. Будет это распространяться на автоатаку и на скиллы, пока что непонятно, каким образом это будет работать. Empower of A-Hole. Интересный спелл, он будет давать вам баф, то есть, это селф-баф. Он будет повышать ваш Мэджик урон на 10%. Как я понимаю, это не перманентный баф и, вероятнее всего, это недолго продолжительный баф, который будет автоматически обновляться на вас. Следующая способность это у нас Earth Vortex. Это активная способность, которая будет взрывать землю под ногами противника и наносить тем самым урон. Если вы могли подумать, что это способность, которая будет наносить массовый урон, это не так. Хотя, достаточно странно, вроде как, если взрывается земля, то все вокруг должны получить урон. Тем не менее, лишь сингл-таргет доступен. Баттлхилл, и это, на самом деле, достаточно смешная вещь. Это хилл, ребят, это селф-хилл для магов. Каким образом, как я понимаю, это будет работать. Баттлхилл регенерирует ваше ХП в течение боя. И, вероятнее всего, это не одноразовая тема, а тот самый хилл, который будет постепенно повышать вам ХП. Как я вижу данную механику данного персонажа, зачем нужна эта способность? Вероятнее всего, вы будете навешивать на себя баттлхилл, после чего, благодаря способности Body to Mind, перегонять все восстановленное ХП в ману. То есть, вероятнее всего, вы будете как такой своеобразный вампир и поглошать, вы будете себя немного хилить и при этом поглощать из этого же хила ману. То есть, таким образом, вы будете постоянно поддерживать у себя ману. Следующая способность, которую вы могли заметить у лучников, достаточно схожая, здесь также имеется. Это мана регенерейшн, это селф-баф. Добавляет вам постоянно МП Рековери Тик плюс 10. Напоминаю, что МП Рековери Тик плюс 10, это дополнительное восстановление маны в бою или вне боя. То есть, в тот самый момент, когда у вас мана восстанавливается сама, то есть, происходит этот тик, каждый тик будет восстанавливать на 10 маны больше. Следующая активная способность, это Darkness. Каким образом она будет работать в ПВП, пока что непонятно. И зачем она нужна в ПВЕ, мне точно так же непонятно. Но, судя по всему, это некий Disable. То есть, выведение противника из боя будет блокировать зрение противника. Это будет понижение его меткости, либо это будет полный Disable, типа блайнда какого-то. Пока что непонятно. Но, тем не менее, способность интересна. Это, вероятнее всего, именно как раз-таки какая-то контроль способность. Даже при наведении на данный спелл, мы не получаем какого-то серьезного ответа. Но, тем не менее, кулдаун у способности 6 секунд, и это очень круто. Confuse. Интересная также способность. Это уже мы перешли с вами на серьезные спеллы. Все данные спеллы уже идут красные. То есть, заполучить их будет достаточно сложно. Но, тем не менее, я думаю, что это имбалансные будут прям спеллы. Следующий спелл это Confuse. И здесь мы переходим уже к серьезным спеллам мага. Очень интересная способность. Человек, на которого вы навесите этот дебаф, либо моб, у него не будет возможности восстановить хп и ману. То есть, вероятнее всего, этот самый Confuse будет работать таким образом, что цель как не сможет отхилиться банками, так, вероятнее всего, эту цель не сможет отхилить и какой-то саппорт. То есть, хилер. Интересная способность, которая, вероятнее всего, ее нужно будет применять прямо очень и очень умно. То есть, это действительно интересный спелл. Также он будет наносить урон. Следующая активная способность это Cancel. В момент, когда вы будете наносить Cancel, что вы думаете она будет делать? Конечно же, Cancel будет снимать активные бафы у вашего противника. Интересная вещь. То есть, представляете, против вас выбегает какой-нибудь на фулл забафанный Лукарь, и вы просто-напросто прокидываете на него Cancel, с него слетает еда, все-все-все. Но единственное, бафы щита не убирают данная способность. Следующая пассивная способность это у нас Arcane Power. Она будет повышать весь каст спид на 10%, а также весь скилл дэмэйдж на 10%. То есть, вы, во-первых, будете быстрее кастовать, во-вторых, вы будете наносить больше урона. Последние две способности красных. Первая это Blizzard Storm и вторая Restore Casting. Интересные темы. Вот последний скилл мы прямо сейчас обсудим более подробно. Blizzard Storm очень крутая способность, которая наносит урон льдом вокруг, нанося урон в первую очередь, насколько я понимаю, льдом, но также наносит урон и водой. Наносит урон массовый. Замечательная способность, и это одна из самых главных АОЕшек у данного персонажа, насколько я понимаю, будет на хай-левеле. Ну что стоит 35 маны, и теперь внимание, у нее откат всего лишь 9 секунд. То есть, вы сможете сразу несколькими АОЕшными способностями бить именно на эндгейме. Это Blizzard Storm, это наш стартовый с вами Flame Strike, и еще одна способность, которую мы будем обсуждать дальше. То есть, Blizzard Storm это реально крутая вещь, которая наносит урон именно по площади. Будет ли при этом какой-то контроль, здесь это не указано. То есть, все, что мы знаем о механике данного спелла, это то, что он наносит урон. Но вероятнее всего, если вы будете играть за светлого эльфа мага, какая-то дополнительная фича будет для данной способности. Рестор кастинг. Один из самых имбалансных скиллов у мага. Он будет понижать кулдаун у некоторых скиллов. Будет ли он откатывать кулдаун у этих скиллов на максимум, либо же он лишь немного откатит данные кулдауны, пока что непонятно. Но смотрите. Я почему сделал акцент именно на откат из скиллов у мага. Blizzard Storm откат 8 секунд. Те же самые способности, которые наносят урон, по массе не такой уж и большой откат. Но тем не менее, видимо, благодаря этому рестор кастингу, вы сможете прокинуть Blizzard Storm, затем рестор кастинг и прокинуть снова Blizzard Storm. Механика достаточно интересная. Визуально это будет выглядеть как пианино. Поэтому я в самом начале ролика вам постарался объяснить то, что действительно за этого персонажа вы будете напрямую играть руками. То есть, если вам интересен геймплей, где вам нужно будет по максимуму как-то упираться в скиллы ваших рук, то есть в скиллозависимость, у данного персонажа скиллозависимость очень большая. И благодаря тому, что есть такой скилл, как рестор кастинг, вам, вероятнее всего, придется прожимать буст из нескольких способностей, затем рестор кастинг и снова буст из нескольких способностей. Как по мне, это прям интересная механика. Следующая способность это Хаос. Очень хороший спелл. Требует всего лишь 50 маны. Наносит урон тьмой по противнику лишь в соло цель. Метеор это способность, которая наносит урон уже не в соло цель, а сразу же по нескольким целям до 8 целей. Считаю, что этот скилл будет прям имбалансный. Почему эти скиллы не стоит прям отмечать, как самые-самые крутые, которыми вы будете пользоваться 100% времени? На данные скиллы необходима расходка. Необходимы аметисты. Я думаю, что вы заметили в течение игры, что вы выбиваете интересные такие кристаллики, которым применение просто-напросто до сих пор не нашли. Эти самые кристаллики выглядят вот именно таким образом. Это и есть те самые аметисты, которые будут вам необходимы для того, чтобы использовать эти крутые способности. Поэтому копите их, не продавайте их. Вам понадобится их в будущем очень и очень много. И последняя способность это гравити. Это активный скилл. Он, скажем так, изменяет гравитацию вокруг вашего персонажа. Противники в этой зоне, то есть в зоне изменения гравитации, будут блокироваться от телепортации и перемещения в город. То есть все сои, все скиллы, все скроллы, все, каким образом человек может перемещаться из локации А в локацию Б, каким образом он может от вас улететь, будет полностью блокироваться. Этот скилл будет работать на количество игроков до 10. Вы будете блочить телепорт большого количества игроков. Это очень важный скилл. То есть если маг будет прокидывать гравити в толпе противников, которые хотят улететь, то они просто не улетят, и вы их сможете добить. При этом маг будет получать дополнительный эффект гравити, but can be recalled, здесь я немножко не понял. То есть здесь, судя по всему, в данном скилле имеется какой-то негативный эффект, но тем не менее я его, если честно, не понял. Если есть какие-то мысли относительно скилла гравити, пишите в комментарии. В целом, после того, как мы изучили с вами способности мага, можно уже сейчас говорить о целесообразности и необходимости данного класса. Я думаю, что в будущем на эндгейм-контенте будет выбор, каким образом фармить вашим персонажем. То есть либо вы будете фармить в соляну за какого-нибудь лука, либо вы будете ковыряться также в соло за ножа, либо же вы будете собирать группу. К примеру, брать танка, брать два мага и хиллера. Танк будет собирать мобов, вы будете все это дело заливать метеорами, вы все это дело будете заливать Близзард штормами и таким образом убивать цели быстрее. Вполне возможно, что такая механика будет интересной. И повторюсь, данный персонаж выглядит как ультимативным именно в массовом ПВП, потому что другие ДДшники просто-напросто не могут физически наносить урон по большому количеству целей, а маги могут. И как я считаю, это их основная фишка. Я считаю, что класс магов на данный момент самый недооцененный считается, скорее всего, из-за того, что за него в начале игры играть достаточно сложно, вам необходимо будет большое количество банок, вы постоянно будете отжираться этими банками и поначалу количество урона, которое вы будете выдавать, видимо, будет недостаточным. Хотя, повторюсь, я считаю, что потенциал именно у магов очень и очень большой. Мне, конечно, хотелось бы попробовать данного персонажа, но я всецело доверяю пока что эту информацию вам. Пишите в комментариях, те, кто играет за магов, нравится вам или нет, какие вы испытываете минусы, какие есть плюсы, что вам очень нравится в данном персонаже и что вы хотели бы поменять. С вами был я, Мастер Чу, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем до новых встреч. Пока!